В Нью-Йорке прошло знаменитое автошоу, одно из самых авторитетных в мире. На чем будут ездить через несколько лет и какие авто уже входят в тренд? Машины будущего видел Дмитрий Анопченко, он в Соединенных Штатах. Добро пожаловать в будущее, говорят тебе на каждом стенде. И это не реклама, ведь часть выставленных здесь машин появится на дорогах уже в этом году, а остальные разработки будут реализованы только через несколько лет, а то и позже. К примеру, возможность управлять центральным замком с мобильного телефона. Мол, ключи можно и дома забыть, а смартфон теперь всегда с нами, с него можно и машину завести и заблокировать. Многие производители задумались о замене бензиновых двигателей и все больше добавляют электромобили в свой модельный ряд. Toyota уверена, что будущее за небольшими машинками, теми, которые еще миниатюрнее смарта. Такую модель парковать одно удовольствие, а мощности в ней чуть ли не как в здоровенном джипе. Это пока только концепт, но японцы уверены, через 4-5 лет именно такими авто будут забиты улицы городов. Мол, машин будет столько, что хочешь не хочешь, пересядешь на что-то небольшое. Думаю, в ближайшие годы мы увидим все больше и больше экспериментов как раз с размером машин. Но пока что миниатюрность еще не тренд, просто идея. В Америке по-прежнему любят масштаб. И добрая половина представленных тут машин – огромные внедорожники. А вот эта машина явно для украинских дорог, когда ямы у нас такие, что колеса уже не справляются. Гусеницы как здесь нужны. Выглядит немного странно. И за рулем чувствуешь себя непривычно. Но проходимость действительно как у танка. Производители говорят, рассчитывали в первую очередь на интерес тех, кто живет в Штатах со сложными погодными условиями. Там, где снега или болото. Но атакуют их. В первую очередь посетители из постсоветских стран. Мол, как внедорожник на гусеницах на наших разбитых трассах себя поведет. Да он и по грязи проходит, и по размытой почве, и по виску. Часто шутят, мол, здесь только на танке и проехать. Но мы и сделали что-то похожее. А от этой машины, увидев ее на автотрассе, не стоит и пытаться убежать. Вот такие красавцы. В ближайшем будущем пополнят автопарк американских полицейских. Чтобы копов по-прежнему уважали, их машинам нужна не только прочность, но и дизайн, уверены разработчики. Ведь сейчас американские полицейские отошли от знакомых нам по фильмам седанов. И на чем только не ездят. Понятия о красоте в этом году остались прежними. Первое место за лучший дизайн получил все же кабриолет. А вот этот кабриолет признали самой стильной машиной 17-го года. В этом огромном помещении его искать-то особо не нужно. Виден издалека и действительно очень элегантный. Но если и говорить о веяниях времени, то мимо этого автомобиля просто не пройти. Звездные войны сейчас настолько популярны, что автопроизводители, вот посмотрите, решили дать возможность людям и в реальной жизни почувствовать себя героем знаменитой саги. Ведь фразу из фильма «I got a power» – у меня есть сила. Можно ведь и по-другому перевести. У меня есть мощность. По Нью-Йоркской выставке можно ходить часами. За рулем любого автомобиля. Сколько бы ни стоил тут разрешено посидеть. Если хочешь, можешь открыть капот. Или вовсе забраться под машину, чтобы осмотреть ходовую. И, казалось бы, где как не тут разобраться в тенденциях. К чему движется мир. Но выясняется, что все лидеры рынка понимают тенденции по-своему. Кто-то гонится за дизайном, кто-то за удобством, кто-то за техническими новинками. Автомобильный мир по-прежнему не определился, чего ждать в будущем. И оставляет выбор нам с вами. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Американское бюро телеканала Интер.